Учитывая, что в качестве самозанятых сегодня уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы. Мне кажется, не стоит затягивать. Это давно тема, которую надо было решать, вопрос, который надо было решать. И смотрите, спокойно прошел эксперимент, да, есть хороший результат. Хотелось бы также услышать ваше мнение. По самозанятым был вопрос. Мы действительно рассматриваем несколько подходов, как нам распространять этот механизм на субъекты Российской Федерации. Предложение, на мой взгляд, наиболее оптимальное следующее. Дать возможность субъектам Российской Федерации использовать этот механизм. Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что целый ряд предприятий теперь нанимают работников, своих работников уже, не как сотрудников предприятия, а как самозанятых. Вот такие, я сам лично знаю, такие, значит, случаи. Поэтому нам нужно, наверное, определиться четко перечень профессий, где такие, значит, системы могут работать. Водители, предположим, да, значит, там, репетиторы и так далее и тому подобное. Эта перечень профессий должна быть фиксирована, и мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты Российской Федерации. Абсолютно согласна с вашей рекомендацией, что надо все-таки выделить категории, да, потому что, ну, талантливы у нас люди. Мы там ввели, там, систему налогов на индивидуальное предпринимательство. Значит, у нас уже весь крупный бизнес разделился на индивидуальных предпринимателей. Да, надо определить, что такое самозанятые. Это давно надо было сделать. Но не задерживать для других регионов распространение этой нормы, потому что это, правда, дополнительные доходы, и, главное, люди понимают свою ответственность хоть немножко, но они должны платить налогов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!